В Карачаевске в Центре культурного развития имени Кайсына Кулиева составилась встреча молодежи с группой путешественников под руководством чемпиона России по спортивному туризму Константина Мержоева. Экспедиция впервые в истории совершила прохождение бесперерывным способом вдоль границ необъятной родины. Какие цели и задачи были поставлены и о том, как прошло путешествие по России, расскажет Карча Биджеев. Девять человек начали свой путь с города Сочи на велосипедах. Они преодолели большой путь до Мурманска. А оттуда на научно-исследовательском судне добрались до Владивостока, на машинах до Байкала, а после пешком 500 километров. Прошли весь хребет Большой Саян и из города Кызыла, то что находится в Тыве, снова пересели на своих железных коней и добрались до нашей республики. Десять месяцев пути, почти 35 тысяч километров пройденных дорог. Вы думаете, это произведение французского писателя Жюля Верна? Возможно. Но нет, это экспедиция вдоль границ нашей страны, которую организовал выдающийся путешественник, а также мастер спорта, чемпион России по спортивному туризму Константин Мержоев. Он путешествует на протяжении 30 лет. На его счету круглосветные трансконтинентальные экспедиции. В своем родном Краснодаре для детей он проводит кубанскую кругосветку вдоль границы. А на этот раз путешественнику пришла идея объять необъятную Россию и обойти ее границы. Как говорит Константин Мержоев, страна наша большая и интересная. В ней переплетено множество культур, прекрасная природа. И этим хотелось бы поделиться со всеми. Я был участником экспедиции, не руководителем. И, естественно, смотрел, наблюдал, учился. Все так, как это организовывается. Оно было одной из таких тяжелых и драматичных. Это была экспедиция хребет Черского, массив Буардах. Это в Якутии один из самых удаленных и опасных районов России. И, ну, я думаю, и мира в том числе. За время вот этой 30-летней работы разных экспедиций, я же еще раз повторюсь, в том числе организации кругосветных экспедиций, уже получается, что многое знаете и получается, что на некоторые мелочи вы не обращаете внимания, которые казались раньше не мелочами. Также в экспедиции участвовала хрупкая, она ведь девушка, но сильная духом Елена Галко. Это ее не первый опыт в походах. С 16-летнего возраста она занималась спортивным туризмом на протяжении долгих 10 лет. С университета начались небольшие экспедиции на один или два месяца. Но как только она узнала о таком масштабном походе вокруг нашей родины, то решила участвовать. Ведь, как говорит Елена, не каждый день выпадает шанс увидеть такие красоты. Калининград мы, к сожалению, не попали, потому что калининградцы на нас немного обиделись. Но мы обязательно туда отправимся, уже, может быть, не в рамках этой экспедиции, а просто попутешествовать, потому что там очень красиво. Четыре основные задачи, которые должны были выполнить путешественники. Первая – это патриотическая. При экспедициях проводить встречи с молодежью и рассказывать о России и о том, где можно путешествовать. Вторая – социальная, третья – спортивная. И четвертая немаловажная задача – научная. Это сбор материалов. А после на основе этих материалов будут составлены статьи. Конечная остановка экспедиции будет в Сочи, откуда они ее и начинали. Харча Биджиев, Максим Долгов. Вести Карачаева, Черкесия.